Юлия Сысоева. Записки Пападии. Особенности жизни русского духовенства. 7 издание. Благотворительный фонд Миссионерский центр имени Иерея Даниила Сысоева. Москва, 2014 год. От автора. Кажется, все знают о трагедии, которая произошла в московском храме апостола Фомы в ночь на 20 ноября 2009 года. «Был убит мой супруг, настоятель храма священник Даниил. Эта новость облетела весь мир. Сужу по письмам со словами сочувствия и поддержки, которые приходят не только из России, но и буквально со всего света. Наша трагедия задела очень многих. Для меня в одно мгновение перевернулся мир. Но я, возможно, кому-то это и покажется странным, продолжаю с оптимизмом смотреть на жизнь. Потому что знаю, со смертью жизнь не заканчивается, а только начинается». И отец Даниил просто ушел домой. Туда, куда стремилась его душа. К тому, кому он служил всей своей жизнью. Сегодня главная моя забота о детях. Их у нас трое. Младшие два года. Стараюсь сделать их жизнь не просто обеспеченной, но и интересной, насыщенной. Отец Даниил нам во всем помогает. Его поддержку мы ощущаем постоянно. Но во времени на все не хватает. Особенно сейчас, когда приходится оформлять множество различных бумаг. Думаю, что такая суета продлится еще полгода. А потом жизнь как-то наладится, войдет в колею. Надеюсь, что появится время и для литературной работы, которую я намерена продолжать. Меня часто спрашивают, остались ли у моего мужа последователи, ученики. Продолжаю ли я его служение? Да, конечно. Последователи у него есть. Но я в жизни храма сейчас активно не участвую. У меня несколько иные интересы. Записки Попади я писал еще при жизни мужем. Книгу же выдержало несколько изданий. И в всякий раз я что-то добавляла к первоначальному тексту. Часто это происходило по просьбам моих читателей. Их оказалось неожиданно много. Я и не предполагал, что мой довольно бесхитростный дневник вызовет такой интерес. Видимо, дело в том, что людей интересует не просто набор сведений о чем-либо. В данном случае о довольно закрытом укладе жизни семьи священника. Читатели, вероятно, ощутили и мою искренность, и желание помочь кому-то советом. Я им чрезвычайно благодарна. Предисловие. Эта книга задумана как рассказ о жизни. Быти в семейном укладе российских православных священников. Годы безбожия и гонений на церковь и верующих давно канули в лету. Никого не удивляют храмы, которые строятся и восстанавливаются из разрухи. Члены правительства, которые появляются в церквах по большим праздникам и встречаются с высшим духовенством на официальных мероприятиях. Но все же каждый раз, когда люди видят в метро, на улице или в магазине священника в черной рясе, обязательно бросают удивленные взгляды. Точно видят пришельца из космоса или, как минимум, из прошлого века. Эта книга «Взгляд изнутри» — повествование человека, который не понаслышке знает о жизни духовного сословия в современной России. Правда. И ничего кроме правды. Таков замысел автора. Вступление. Все видят храмы, но не все знают, что происходит внутри. Все видят священников, но далеко не все знают, как они живут. В России давно не существует сословных делений. Но, пожалуй, единственное сословие, которое выжило и продолжает существовать, — это духовенство. О его жизни, быте, традициях практически ничего не известно нашим соотечественникам. Не говоря уже о зарубежных собратьях. Тем не менее, именно эта сторона жизни всегда вызывала неподдельный интерес, как правило, обрастая сказками и народными легендами. Если священник идет по улице в рясе и с крестом, на него всегда оглядывается. А если он еще с женой, это вызывает уже почти истерическое любопытство. Кстати, еще 10 лет назад многие наши сограждане даже не знали, что православные священники в основном женаты. Очень часто, когда я появлялась на улице с мужем, нам задавали вопросы, типа «Скажите, а разве священникам можно жениться?» Или какой-нибудь подвыпивший мужичок, отваливший от пивной, мог бросить реплику «Батюшка, а вам с женщинами нельзя!» Но что и муж мой отвечал «С женщинами нельзя, а с женой можно!» Да, видимо, наши сограждане, насмотревшись мексиканских сериалов, в которых обязательно присутствует какой-нибудь Падре Бенинью, совсем позабыли родную литературу, например, сказку Александра Сергеевича Пушкина «Апопей, работники его балде» В всей знаменитой сказке, попадя-то, имелось Заголовок «Религиозные русские и новые священники» Все знают, что в Израиле существуют религиозные и нерелигиозные евреи Религиозные евреи четко отделяют себя от светского общества, не желая иметь с ним ничего общего Поэтому израильское общество расколото на две половины В России подобные понятия тоже существуют, только негласно Ни одному русскому не придет в голову охарактеризовать себя как религиозного или нерелигиозного Хотя практически каждый второй называет себя православным Но из этого не следует, что он религиозен Так как же в Израиле почти любой еврей может назвать себя иудеем Но это еще не означает, что он религиозен или нерелигиозен Религиозного русского можно охарактеризовать как человека, активного живущего церковной жизнью И поэтому в той или иной степени отделяющего себя от всего светского Это не значит, что он не работает на светской работе, а его дети не посещают школу в соседнем дворе Он и работает, и дети его учатся, но религиозные русские отделены от светского общества А более всех отделено духовенство, стоящее во главе русского религиозного сообщества И раз уж мы говорим об особенностях жизни нового духовного сословия в новой посткоммунистической России Хочется рассказать совсем немного и о старом духовном сословии в старой России И конечно лишь с точки зрения обывателя В старой России 1917 года общество жестко делилось на сословия Браки между представителями разных сословий совершались крайне редко В одном художественном произведении, уже не помню в каком Мать Купчиха возмущалась до глубины души, что дочь осмелилась просить у маменьки С папенькой благослови не выйти замуж за семинариста Чтоб дочь-то попадьей была, негодовала Купчиха Правда, я знаю одну подобную историю, которая произошла в наше время, но они позже Так что же было тогда духовное сословие? Начнем с того, что священник прежде всего был государственным чиновником А церковь, кроме духовного окормления паства, выполняла еще и роль государственной организации То есть роль современного ЗАГСа Со всеми вытекающими из этого негативными последствиями Дети-священнослужители должны были идти по стопам отцов не по призванию, а по происхождению Отсюда карьеризм, цинизм и прочие извращения того времени Среди поповских детей было много революционеров и озлобленных безбожников Яркий пример – писатель Помеловский Сын священника, прошедший стандартный путь поповища И впоследствии прославившийся скандальным по тем временам произведением очерки Бурсы Не стоит рассматривать очерки как историческое пособие Ибо если принять все описанное там за правду То не было бы у нас противоположных положительных примеров А ведь несмотря на такие условия, даже тогда появлялись великие святые Например, Иоанн Кронштадтский, выходец из того же сословия, что и Помеловский Сын бедного деревенского дьячка Который после окончания Санкт-Петербургской духовной академии Чтобы получить приход, женился на так называемой закрепленной невесте Схема получения Саны и прихода стандартна для того времени Но результат противоположный Разница в том, что один был верующий и горел любовью ко Христу Которому и собирался посвятить жизнь А другой нет Как ни странно это звучит, но революция и отделение церкви от государства Явились великим благом для самой церкви Которая страданиями очистилась от той порочной системы В которой пребывало долгое время И само священство было как бы просеяно, как говорится в Писании Отделены были овцы от козлищ Овцы стали мучениками за веру, а козлища отреклись от нее Веры Впрочем, у них и не было, а была только сословная принадлежность Но после революции церковь еще долго была вынуждена существовать в условиях советского социализма Подвергаясь постоянным притеснениям и гонениям После падения коммунистического режима был упразднен институт уполномоченных по делам религии Именно уполномоченные решали, кого допустить, а кого не допустить в семинарию Кому принимать сан, а кому не принимать Не всякий желающий мог стать священником Стоило только изъявить желание принять сан, как власти тут же выстраивали на пути человека массу препон А имея высшее образование, попасть в семинарию или рукоположиться было практически невозможно Например, один ныне известный московский священник рассказывал, как, будучи крупным ученым, ради возможности принять сан Вынужден был уволиться из своего научно-исследовательского института и устроиться работать при храме дворником Но так обстояло дело с русскими В советское время в церкви было очень много священников, выходцев из Украины, вернее, из Западной Украины К этому было несколько причин Первая историческая Западная Украина отошла к Советскому Союзу только в 1939 году, согласно пакту Молота-Риббентропова Стоило только Советскому Союзу заняться зачистками и коллективизацией на новых территориях, как началась Великая Отечественная война В 1946 году на Львовском соборе западноукраинские униатские приходы перешли к Русской Православной Церкви Таким образом, более тысячи приходов на одну Львовщине стали православными Половина всех приходов Православной Церкви находилась на Украине По данным на 1988 год, из 6000 всех приходов, 3000 сосредоточены на Украине Западная Украина, от которой Церкви досталось более тысячи приходов, избежала всех гонений со стороны советской власти Не стоит забывать, что Церковь подвергалась жесточайшим гонениям и практически полному уничтожению Западноукраинская религиозность резко отличалась от русской, большей эмоциональностью и подчеркиванием важности самой обрядовости Из-за сильного влияния католичества Вторая причина засилия украинских священников – это, конечно, сильная семейственность и клановость В отличие от российских безбожников, не помнящих родства На Украине, несмотря на советскую власть, сохранялись целые села с традиционно православным укладом жизни Итак, семейственность плюс традиции давали основной процент абитуриентов семинарии Учитывая украинский пиетет к советскому правовительству и требуя исполнительную религиозность Властям выгодно было допускать в семинарию к священству именно украинцев Которые становились бы просто послушными требоисполнителями, а не проповедниками и миссионерами Поэтому русских священников в советское время было очень мало А настоятелей и того меньше Из-за влияния украинской национальной клановости, проталкивания родственников и при поддержке уполномоченных Не будем рассуждать, какими были священники в советское время Но после упразднения института уполномоченных не только стало легче жить в церкви Но самое главное, за последние 15 лет выросло целое поколение новых русских священников Именно о них и пойдет речь в этой книге Чему учат в семинарии? Или очерки современной бурсы? Заголовок Чему учат в семинарии? Или очерки современной бурсы? Я б священники пошел, пусть меня научат Текст Прежде чем описывать жизнь священников, необходимо рассказать, откуда они берутся Понятно, что не из капусты Семинария не является обязательной ступенью на пути к священству Тем не менее, это место, где церковь неутомимо кует свои кадры Семинария и духовная академия – это смесь иезуитского колледжа, православного братства и армии Вернее, закрытого военного училища Казарма Общежитие Наряды Послушание От армейских ничьи почти не отличается Начальной ступенью духовного образования является семинария, последующая – академия Обучение в семинарии и академии в общей сложности продолжается в 8 лет Раньше, еще совсем недавно, 4 года обучались в семинарии, 4 года в академии Ныне 5 лет учатся в семинарии и 3 года в академии Ни в одном светском учебном заведении так долго не учатся Если студент женится во время учебы в семинарии и принимает САН, то продолжает обучение в академии он может только на заочном отделении Большинство учащихся принимают САН еще в семинарии и при желании продолжить образование переводятся на заочное обучение Некоторые же ограничиваются только семинарием, образованием Насильно никого учиться не заставляет, вы всегда можно уйти, перейти на заочное отделение или даже сдать экзамены экстерном По окончании академии особо талантливые, как правило, защищают диссертацию и удостаиваются получения ученой степени В богословии существует три ученые степени Кандидат, магистр и доктор Ученые-богословы преподают в духовных учебных заведениях, коих на сегодняшний день в стране предостаточно Заголовок 300 лет Московской Духовной Академии Семинаристы всегда бегут, не хватает им времени, вот и спешат Бежит семинарист по Лаврской аллее Подмышка держит папку, папка падает на землю Из нее высыпаются конспекты Студент кидается их поднимать и в сердцах бросает 300 лет Торопятся приятели-семинаристы на занятия И тут один из них хлопает себя по лбу и говорит 300 лет, учебник забыл Недавно, в 1986 году Для такого учебного заведения, это недавно Московские духовные школы праздновали 300-летие своего основания Вот после всего празднества и укоренилось среди студентов выражение 300 лет Одно время семинаристы носили даже значки, идентифицирующие студента именно Московской семинарии На которых было написано 300 лет Московской Духовной Академии В этой главе пойдет речь об истории Московской Духовной Академии Конечно, и без этого существует множество книг на эту тему Но кое-что описать все же придется Во всех справочниках вы найдете примерно следующие тексты Московская Духовная Академия, являющаяся крупнейшим центром духовного образования в Русской Православной Церкви И первым высшим учебным заведением в России Была основана в 1685 году До 1814 года она носила звание Славяно-Греко-Латинской Академии И размещалась в центре Москвы За иконоспасском монастыре Академию наследовала лучшие церковно-богословские культурно-исторические традиции православия Стоит ли упоминать всем известные факты Что выпускниками Славяно-Греко-Латинской Академии Были такие ученые-мужи, как Ломоносов или Магницкий В 1814 году Под руководством выдающегося церковного деятеля Того времени Архимандрита Филарета Дроздова Произошли реформа духовных школ и перевод Духовной Академии в Троицкую Лавру Здесь стоит отметить, что пребывание в Академии и семинарии в Троицкой Лавре Стало символичным и остается таким по сей день В связи с почитанием в нашем народе преподобного Сергия Радонежского С именем Сергий у верующих людей связано очень много К его молитвенному заступничеству, как принято выражаться в православии, прибегают в первую очередь, когда молятся об успехах в учебе или поступлении на учебу Особый отпечаток почитания преподобного на всю жизнь остается и на выпускниках московских духовных школ Но вернемся к истории Революционные потрясения, происшедшие в нашей стране, не обошли стороной и церковь Это были страшные годы для ее служителей В конце 1917 года МДА была закрыта, многие студенты и преподаватели репрессированы Возрождение началось спустя почти 30 лет В 1944 году в Новодевичьем монастыре открывается православный богословский институт Уже в 1946 году он преобразуется в Московскую Духовную Академию В 1949 году происходит возвращение во вновь открывшуюся Троицу Сергиеву Лавру Общежитие и аудитория студентов размещается в отремонтированном здании царских чертогов О чертогах еще будет упомянуто А в конце 1954 года МДА и семинария был возвращен Покровский академический храм В котором ранее размещался городской дворец культуры Последний корпус вернули уже в конце 80-х О нем тоже речь пойдет далее Заголовок Вступительные экзамены Для поступления в семинарию в первую очередь нужна письменная рекомендация архиерея из той епархии, которой принадлежит абитуриент Принимают в семинарии 18 лет, имеющих образование не ниже среднего, холостых или женатых первым браком В советское время из-за препятствий, создаваемых властями, обладателями высшего образования в семинарии путь был закрыт В последнее время среди учащихся духовных школ очень много имеющих высшее образование, тогда как совсем молодых юношей, поступивших сразу после школы, немного Вступительных экзаменах в семинарии целых шесть Конкурс туда всегда примерно такой, как в престижный Московский институт Экзамены включают проверку на знание церковно-славянского языка, закона божьего, церковного пения, сочинения Но главное – собеседование, на котором определяется уровень духовной подготовки поступающего, а также благонадежность и сознательный выбор пути Конечно, невозможно на одном собеседовании определить стопроцентную благонадежность, поэтому иногда в студенты попадают и неблагонадежные Такие либо отсеиваются за годы учебы, либо все же попадают в духовный притчат Во время вступительных экзаменов абитуриенты живут в семинарии с тем распорядком дня, который их учдет в годы учебы Далятся испытания до середины августа Уже во время экзаменов за абитуриентами начинают пристально наблюдать представители инспекции Система контроля над студентами в семинарии и академии развита как нигде, она является многоуровневой Главное лицо в семинарии – ректор Заведующий по учебной части – проректор За дисциплины надзирает инспектор, как правило, это иеромонах – монах-священник А у инспектора, в свою очередь, имеется старший помощник, которому подчиняются простые помощники Кстати, в отличие от армии или военных училищ, и несмотря на столь жесткую иерархическую систему контроля В семинарии и академии не существует дедовщины По окончании вступительных экзаменов на торжественном обеде объявляют фамилии поступивших, и каждый абитуриент ждет этого со страхом и трепетом Поступивших отпускают домой до 1 сентября По этому поводу вспоминается история, происшедшая с моим супругом, тогда еще будущим, после поступления в семинарию Помните знаменитый для нашей страны день 19 августа 1991 года? В Москве этот день безостановочно шел дождь, начавшийся, кажется, еще накануне Церковь уже в этот день отмечает один из великих двенадесятых праздников – Преображение Господне В семинарии оглашались списки поступивших В тот год там был особенно большой конкурс Абитуриенты впервые поступали без санкций уполномоченных Наверное, каждому поступившему из ВУЗ знакома радость Когда после тревог и переживаний в выступительных экзаменах находишь свою фамилию в списках поступивших Понимаешь, что ты уже студент, и впереди много-много всего нового и интересного Память об этой радости остается на всю жизнь И, наверное, любой умудренный опытом седовласый профессор Всегда с особой теплотой вспомнить ее Вот и мой семинарист, вернувшись в Москву, замерзший в ожидании развязки путча Не видел перед собой ничего, а шел по улицам, залитым непрерывным дождем и пел псалмы В подземном переходе к нему подошел какой-то замшелый мужик Ты что поешь? Пьяный что ли? Нет, просто весело, праздник сегодня Возьми у меня травки, еще веселее будет Мне и так весело, зачем радость портить? Ответил счастливый семинарист Заголовок Учебный процесс Одна прихожанка спрашивает другую Ты куда идешь? В семинарский храм Да ты что, там же людей нет, одни семинаристы Да я причаститься Так у них и причастие учебное Семинарский анекдот Курсы в семинарии называются классами В семинарии заканчивают далеко не все поступившие Вылететь отсюда гораздо легче, чем из любого светского вуза Дисциплина железная, постоянный контроль со стороны начальства Учебные нагрузки запредельные Хотите домой, повидать любимую маму и поесть горящих пирожков Пишите прошение на увольнительную И нет гарантии, что ее дадут Любая мелкая провинность, например, опоздание к вечернему отбою Карается выговором, который вносится в личное дело и застревает там до окончания учебы Несколько выговоров Вылет обеспечен За более крупные провинности, например, пьянство или курение Мгновенное удаление за пределы семинарских стен Без права возвращения обратно В течение четырех, теперь уже пяти лет обучения В семинарии будущий священник изучает более 30 предметов Аналогов которым в светских вузах практически нет Это тонкости понимания Библии, богословия и церковной психологии Основы ораторского искусства, техника проведения богослужения Первую половину дня идут занятия После обеда начинаются так называемые самостоятельные вечерние занятия Которые можно сравнить с группой продленного дня в школе Когда ученики сидят в классе под видом подготовки уроков Но при этом упорно валяют дурака Кроме того, семинарист раз в неделю В один из будних дней обязан петь в хоре То есть нести клирностное послушание Вечерние занятия являются обязательными Семинаристы их не любят Поэтому используют все возможности и уловки Чтобы прогулять, проще говоря, откосить Пообщаться с регеншами или с друзьями-сокурсниками Куда приятнее пойти на свидание с девушкой в соседний парк Благо вокруг лавры очень много уютных укромных местечек Где можно уединиться, пошептаться Чем сидеть в душном классе? Рядом с семинарским корпусом есть старый парк с темными аллеями И бурно разросшимися, давно не стриженными кустарниками Еще лет десять назад там стояли заброшенные качели-лодочки Помните такие качели из детства, которые всегда были в парках культуры Почти в каждом городе? Возле качели обязательная будка кассирши Тормозили их такой специальной деревянной доской Которая с помощью системы рычагов поднималась над полом Катаясь на них, я всегда вспоминала песню из фильма Крылатые качели летят, летят, летят Так вот, в старом семинарском парке и стояли эти самые ржавые забытые качели Давно без тормозов и неизменной кассирши Словно призрачное воспоминание из неданого детства В то время на них перекаталось множество семинаристов со своими невестами Прежде чем, как в песне, разлететься кто куда Теперь эти семинаристы давно уже маститые протоиереи А их невесты солидные многодетные матушки А качели исчезли Уж не знаю, кто здесь постарался То ли городские власти, то ли лаврские Загадка Жалко Но у нынешних семинаристов нет этих скрипучих качелей На которых, сливаясь со светом и воздухом Можно было на несколько мгновений вернуться в беззаботное прошлое И окунуться в романтику ожидаемого будущего В мимолетную романтику, которая зыбким видением Посещает нас единожды на пороге земной взрослой жизни В те прощальные мгновения, которые нам уже не достанутся И которые, дай бог, как и мы в свое время, испытают наши дети Но вернемся к нашему повествованию Особо продвинутые студенты Время, отведенное на самостоятельную подготовку Не тратят даром Учатся и учатся Часами просиживая в богатейшей академической библиотеке Пока другие гуляют или режутся в классе в морской бой По окончании семинарии выдается диплом Таких хочется добавить Государственного образца Но здесь следует оговориться Государственных дипломов в духовных школах нет Церковь давно отделена от государства Единственным вузом русской православной церкви Который имеет право выдавать государственные дипломы Является Тихоновский православный университет Следует сказать, что дипломы, получаемые в Ватиканской системе образования Тоже не государственные, всегда ценились выше любых государственных В отличие от светского вуза, в семинарии и академии не существует красных и синих дипломов Аналогом цвета являются разряды, первый и второй Поэтому у выпускника семинарии или академии спрашивают Не с каким дипломом он закончил, а по какому разряду Неуспевающие могут вовсе не получить диплом В таком случае выдают справку о прослушанном курсе семинарии Есть даже шутка Курс прослушал только мимо ушей Субтитры создавал DimaTorzok